Всех приветствую, это рубрика ЛОКО онлайн. А я говорил, что подговаривал с братьями Ручуками, на очереди Дмитрий Баринов. Он возьмёт трубку, просто попросил его взять её чуть попозже, потому что нужно время на подходку. Итак, Дима, твой выход. Абсолютно. Меньше пяти километров я не бегаю за тренировки. Давай, рассказывай мне про усы своей надеждой. О, ты тоже оброс, да? Нам просто надо совместить. А я не буду бриться, пока тренироваться не начнём. Какие у тебя прогнозы? Ну, хотелось бы как побыстрее пораньше, но я думаю, что это пока невозможно. Ну, а ты дома как тренируешься? Да, я каждый день занимаюсь. Меньше пяти километров я не бегаю за тренировку. У меня бывает, что бывает день нагрузочный, а день просто кросс. Когда обычный просто кросс, но там самый большой кросс я пробегал за весь период, это восемь километров. Посоветую какие-нибудь упражнения не спортсменам выносливым, а так, проснуться, не знаю, там, отжимания. Ну, что ты считаешь самое крутое? Ну, я думаю, что это планки. Поэтому, ну, это, наверное, самая такая оптимальная работа в домашних условиях, если планки, но отжимания прежде можно всё делать дома. Коврик постелил, вон, даже обычный ковёр, если у тебя дома есть, чтобы, ну, там не больно было стоять. Поэтому вот так вот. Планки, отжимания и пресс. А если есть дома велосипед, то это вообще идеально. Можно вообще на улицу не выходить. Слушай, а ты сам-то дома занимаешься? Брат, честно, я расцелил коврик, вот, потом из соседней квартиры пришла мама, забрала его себе, и я его ещё себе не верну. Ну, а как ты сам проводишь, вот, целый день, что ты, чем ты занимаешься? Брат, честно, работаю, очень много работаю. Всё время быть на чеку, 24 на 7, звонки, чаты, как бы, матчей нету. Раньше, понимаешь, всё было понятно, вот вы сыграли, понятно, как работать до матча, после. А сейчас ты всё время должен, ну, всё в онлайн ушло, ты должен придумывать новый контент. Когда вас нет рядом на футбольном поле, совершенно другая работа, на самом деле. Ну, я согласен с тобой. Помимо твоих изнурительных тренировок, что ты смотришь, что читаешь, собираешься, пазлы, не знаю, как себя развлекаешь? Слушай, честно скажу, не читаю. Иногда могу посмотреть фильм. Иногда могу позалипать на ютубе, там, ну, всякие приколы посмотреть, не знаю, там. Ну, то есть, развлечения. Тут рядом сестра у меня живёт, я часто езжу к ним. А племянник, он там же, да, живёт? Да, он у сестры, они в квартире, а вот сейчас на праздники уехали ко мне домой. Я, как бы, весь карантин, я у мамы дома. Он уже у тебя футболист, правильно, он занимается у тебя? Да, да. Он даже, сейчас знаешь, у них же ввели вот это по интернету уроки, а я в 12 часов каждый день занимаюсь. Поэтому он иногда со мной не успевает позаниматься. Было пару раз, что его сестра отпускала, вот он со мной там и фишки обводил, и в пас мы играли. То есть, ну, и сегодня вот вечером поехал на часок на велосипеде покататься по лесу, там, по дачам по лесу. И встретил его тренера, на машине он ехал, мне сказал, давай держи его в тонусе, тренируй его, там, тоже за него переживает. Ну, ты с ним работаешь дополнительно? Ну, вот на велосипеде он со мной катался сегодня. То есть, ну, видишь, у него как бы не получается с этими уроками, но вот он молодец, он рвется к этому. Дай бог, чтобы все получилось у него. Но характер у него такой тяжеленький немного. Дим, ну у тебя характер тоже непростой. Ну, у меня характер непростой, но у него еще хуже. В плане, то есть, ну, не ответственный. Ну, может, с возрастом. А, ну у тебя обратная сторона, да. Да, да, да. Я его, когда он был молодым, я его, наверное, подрасслабил немного. Поэтому приходится сейчас восстанавливаться. Серега Алексеев, наш тренер по физподготовке, вас контролирует? Да, он отслеживается. Я вот буквально с ним на днях позвонил, спрашивал, как у него дела, как, ну, чтобы никто не болел там. То есть, тоже связь с ним поддерживаю. Я спрашиваю про ребят, тренируются они или нет. Говорит, все тренируются. То, что даже есть такие, кто и каждый день, как я, тренируется. А он раздал вам какие-то датчики, чтобы... Да, у нас все отслеживается. У нас полары, часы. Поэтому после каждой тренировки ты сохраняешь, и все переходит к нему. А рейтинга какого-то нету в общем доступе? Да нет. Нет, такого нет. То есть, мы как бы не можем отслеживать, кто занимается, а кто нет, и это только у него видно. Палыч не звонил? Нет. Ну, значит, ты не на дне рейтинга, это, видимо. Ну, может быть. Ну, нет, а что мне, я каждый день занимаюсь. А ты переписываешься с ребятами? Да, мы общаемся. Так плотно общаюсь, наверное, с Рифой, с братьями. Нет, с Лехой больше. С Антох Коченковым, с Никитой Медведевым, с Сабой Кверквелия. Ну, и со Смолом, конечно. А командный чат у вас такой не особо живой? Да, ну, нет. Там только если какие-то важные дела, то мы там все объединяемся и общаемся. Ну, ладно, давай рассказывай мне про усы, свои надежды вот эти. Ну, усы надежды, брат, да. Ну, а что усы? Я просто, видишь, не нахожу в себе мотивацию для чего, для кого, зачем. Ну, вот усы, усы. И сколько ты их планируешь носить? Брат, как ты бороду, пока мы не выйдем всем. Договорились, да? Ну, только подровнять можно, да? Подровнял чуть-чуть, да? Согласен, можно. Но единственное, у меня день рождения 14 мая. Я пока не уверен, как я хочу встретить твой день рождения с усами. Нет, ну, если ты встречаешь с усами, то будет самое лучшее день рождения твоего. Я думаю, что после 14-го еще и карантин отменит, и вообще-то пушка будет. Хорошо, брат. Давай к тебе вернемся. А из YouTube и фильмов, сериалов что посоветуешь? Ну, вот я последний фильм посмотрю «Джентльмен». Мне очень зашел, кстати, очень классный фильм. Да, мне очень-очень сильно понравился. YouTube. Да я не знаю, вот я, знаешь, включаю, вот его просто открываю. Саву смотрю. Красаву. Ну, так, что выпадает мне, то и смотрю. Знаешь, там, посмеяться что-нибудь, чтобы настроение хорошее было. А настроение у тебя хорошее? Не всегда. Но это зависит от чего-то, или ты просто в очередной раз просыпаешься? Да, такое бывает. Но когда я просыпаюсь, я знаю, что я сейчас пойду тренироваться, у меня хорошее настроение, да? Потом я потренируюсь, и я понимаю, что вот, ну вот, я сейчас провел тренировку, а что мне делать дальше? И как-то бывает, я ухожу в себя немножечко. А мысли какие? Так, исключительно рефлексии или что-нибудь толковое? Что-нибудь, что тебе помогает? Мысли... Да много мыслей, очень много разных мыслей, понимаешь? Знаешь, людей жалко, жду, когда все скоро закончится, это побыстрее, знаешь. Но много мыслей, много о чем думаю. По одной, стараюсь как-то перезагружаться, не знаю, чтобы не думать об этом, но все равно приходится. Для тебя лично это самый сложный период психологический или нет? Ну, наверное, да. В плане того, что я ничего, и никто не может ничего сделать, понимаешь? Мы никто не знаем, когда все это закончится. Это, ну, считаю, отобрали, у тебя самое любимое твое дело вообще в твоей жизни. И ты ничего не можешь сделать с этим. Ну, надо терпеть, ждать. Ну, как-то так, наверное. Просто, ну, я еще раз повторюсь, мы ничего не можем сделать. Ну, не совсем. Я, как бы, скрывать не буду, ты уж меня прости, но была информация, что ты больнице помог. Почему именно Щелковской больнице? Как ты дошел до этого? Вот пока ты как раз сидел, грустил и как-то вот решил что-то сделать? Да, я помог больницам. Знаешь, я, как бы, не любитель этого рассказывать. Иногда почитаешь, все, вот, это показуха какая-то. Сразу скажешь, что это не про меня, потому что, понимаешь, такая странная ситуация, что надо сплочиться с всем вместе и помогать друг другу. Ну, мысли, у меня мысли, ну, знаешь, давай мы не будем об этом разговаривать, как бы, это лично. И если надо будет, то я с тобой поговорю об этом лично. Я, как бы, не любитель все про это рассказывать. Скажи, пожалуйста. Вот есть какая-то мотивация для себя до окончания карантина? То есть я вот за это время, не знаю, там, пройду до 30 уровня в Холодюте или, там, не знаю, буду отжимать 100 килограмм. Брат, в Холодюте я уже 50 уровень, так что, поэтому, ну, слушай, в первую очередь я хочу для себя поставить цель, чтобы не растерять кондиции сейчас, знаешь. То есть плохой такой период, когда все это закончилось и когда начался этот карантин, мы только набрали хороший ход. Для меня это очень важно, и поэтому я так и тренируюсь, чтобы выйти там, да. Образно говоря, если у нас начнется чемпионат, у нас будет 20 дней на подготовку, и, то есть, я думаю, что я уже буду в хорошем состоянии. Единственное, чего не хватает, это вот футбола, тренировок. Ну, а то, что мы вот так вот тренируемся каждый, как каждый по-своему, как-то, знаешь, там, кто-то дома, кто-то еще где-то, это все не то. Но хочется выйти уже на зеленую травку, знаешь, всех увидеть, всех обнять, и сразу же жизнь станет легче. А вы с ребятами, ну, окей, жили все это время с пониманием того, что вот-вот, да, выйдем, 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 ну, там, через Виндер или через Минс. Сейчас есть у кого-то понимание, что чемпионат вообще не может не возобновиться, как во Франции, как в Голландии? Ну, мы, конечно, это понимаем, знаешь, но мы надеемся на лучшее. Просто я лично хочу доиграть чемпионат. Я не хочу, чтобы... Которые сейчас там потом будут говорить, вот, они из-за этого карантина остались на втором месте, попали в Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы все прекрасно понимали, что мы не просто так находимся на втором месте и попадем в Лигу чемпионов. Мы должны еще в первую очередь доказать всем тем хейтерам, кто об этом говорит, и чтобы было меньше разговоров об этом. Вот это я узнаю Диму Баринова, а ты говоришь, у тебя психологические проблемы на карантине. Ну, блин, бывает, что грустнуть можно, но не всегда, как бы. Настроение, оно за день может поменяться раза 3-4, поэтому так. Я видел, ты в Инстаграме опубликовал пост, впервые за долгое время решил пообщаться с болельщиками. Сам рассказал, что у тебя самый памятный, это матч с Байером, видимо, из-за твоего забитого мяча, да? А какой у тебя самый памятный, не знаю, какой-то подкат, отбор по твоей специальности непосредственно помнишь какой-нибудь? Ну, да, сейчас я тебе скажу, это был последний матч в Ростове, когда, я не помню, кто уже бил по воротам, и я в последний момент выбил мяч в подкате, и тогда такие были эмоции, мы прям сгили друг на друга, ну, так закричали, поэтому, ну, наверное, из последнего матча. У тебя в последнем матче был еще эпизод, который, хорошее, никто особо не разглядел. Ну, такое тоже бывает, я, честно, я не хотел сильно сфальта, я просто хотел его придержать, но он летел на большой скорости, поэтому так и получилось. Окей, брат, давай напоследок, я вижу, что ты улыбнулся, что-нибудь мотивирующее для болельщиков. Ждать и надеяться на лучшее, наверное, скоро это наконец-то все пройдет, и мы увидим наших любимых болельщиков на стадионе, как они нас будут гнать вперед. Вместе мы все с этим справимся. Друзья, это был... Так, а как вообще сделать это, чтобы крупно было? А, два раза. Друзья, это был лог онлайн с Димой Бариновым. Смотрите, подписывайтесь, и обязательно смотрите наших новых героев. А с Димой Барином и Рефатом Жамединовым не пропустите рубрику 1 плюс 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова